И мы продолжаем изучать, продолжаем изучать Тору. Значит, сегодня у нас недельная глава Шофтим называется. Судьи. Судьи, это очень интересно, как раз вот перед Роша Шана. Недельная глава Шофтим. Итак, итак, значит, первая книга о Йом-Йом, и в ней мы изучаем интересные, очень интересная такая информация, которую вряд ли кто-то раньше слышал. Я, например, раньше ее не слышал, поэтому я думаю, что его тоже не слышали. Может, кто-то слышал, но вряд ли. Давайте проверим. Значит, вначале говорится в этой книге, что о порядке благословений того, кого вызывают на чтение свитка Торы. Значит, есть в еврейском народе закон, что Машер Абейну получил Тору от Всевышнего 3334 года назад, и через 40 лет обучения еврейского народа в пустыне законом Торы он записал Тору на свиток. Свиток на пергаменте из чистых животных берут, корову такую, да, теленка даже берут, телячья кожа. Ее специальным образом обрабатывают с тех пор, вот как 3334 года назад ее обрабатывали, способ обработки не изменился. И ее обрабатывают, эту шкуру, и на ней специальными чернилами, специальным перышком, значит, пишут свиток Торы. Значит, в Торе 5000, насколько я помню, 843 или 845 отрывков. Именно отрывок этот называется, ну, от точки до точки, да, хотя в Торе нету точек, но мы знаем точно, где начинается отрывок и где заканчивается. 5843 или 45 отрывков в Торе, значит, Тора разделена на 5 книг, тоже мы знаем 5 книг. Это не то, что свиток разделен на 5 свитков, нет, мы знаем, что есть там 5 отдельных таких информационных блоков, называются свитки Торы, хотя все это в одном свитке. И Маша Робену написал эти свитки, каждая колена получила свиток, один свиток лег в Ковчег Завета, и с тех пор эти свитки переписываются без единого искажения, без единого буквы, как писал Маша Робену, также записаны все буквы. Начинается Б решить с большой буквы Б, большая буква Бет, она как бы вот так идет Тора, справа налево, и получается первая буква Бет, она вот такая. То есть, что было до Торы, мы не знаем, что сверху, что снизу, мы не знаем. Все это мироздание, это вначале сотворил Бог небеса и землю, небеса были варцы, это тоу вавоу, земля была хаосом, и руах элогим, руах всесильного, мирахефец от неамаем, то есть, дух это желание Всевышнего, он трепетал над этим вот хаосом, и формировал этот хаос словами, которые говорил Бог. С тех пор Тора передается из поколения в поколение, и каждую неделю два раза, в понедельник, во второй день недели, и в четверг, в пятый день недели, в синагоге во время утренней молитвы читают Тору, чтобы не проходило трех дней без изучения Торы. И в субботу прочитывают полностью всю недельную главу, в синагоге вызывают вот. И теперь к Торе читает ее один человек, а вызывают к Торе в будние дни троих человек, как бы отрывок от сегодняшнего дня делится на три, а в шаббат вызывают семь человек к Торе. Теперь здесь написано, это было предисловие, порядок благословений для того, кого вызывают на чтение свитка Торы. Если вы окажетесь в синагоге, и будут в этот день читать Тору, и вы еврей, и вы, значит, мужчина, женщин не вызывают к чтению Торы, то вас могут вызвать к чтению Торы. Баруха Тор, думаю, ну, Шаколе Медро. Когда вас вызовут к чтению Торы, вам дадут такой талит. Талит это специальная шерстяная одежда с четырьмя кистями по углам. Им нужно будет, необходимо, коснуться уголком талит Гадоля. Нужно будет взять уголок этого талита с кисточкой цицит, коснуться начала читаемого отрывка и конца читаемого отрывка. То есть берут кисть цицит, касаются начала конца, и после чего, свернув в свиток Торы, повернув лицо чуть вправо, произносят благословение. Есть благословение перед чтением Торы. Вам его дадут прочитать, если вы не знаете его. Если вы знаете, вы скажете... Сейчас я не буду его говорить, неважно. Значит, вы скажете благословение на чтение Торы, после этого свиток развернут, и чтец прочитает ваш отрывок. Это начало. Теперь я вам скажу такую вещь интересную. Вот когда меня вызывают к Торе, обычно ты не знаешь, когда тебя вызовут к Торе. То есть в каждой синагоге, например, молится, 50 человек в субботу молится, 50 мужчин. Вызовут только 7 мужчин. Значит, вызовут тебя или не вызовут, это вопрос. Но если, например, меня вызывают к Торе, то я каждый раз обращаю внимание, к какому отрывку меня вызывают. В этом есть какой-то намек для меня обычно. Я думаю, раз Всевышний так сделал, что меня вызвали к Торе, именно сейчас вот этот отрывок читают, значит, тут есть для меня намек. Иногда есть очень серьезные намеки, но я думаю, честно вам скажу, что если вы просто скажете, Всевышний, дай мне намек какой-то, вот как мне принять решение, или что мне сделать, то Всевышний вам даст намек. Он все время нам дает намек. Вся наша жизнь, все события нашей жизни, все, что с нами происходит, это намек, который Всевышний нам намекает, значит, на то, что надо делать дальше. Где-то ты неправильно поступил. Человек утром проснулся, вчера он пил алкоголь, у него болит голова. Какой он получил намек головной болью? Не надо пить, вот тебе намек, значит, не пей. Понял, понял, не понял, значит, будет сильнее болеть в следующий раз. Понятно, да, идея? Теперь, дальше продолжает книга о Йом-Йом. При описании достоин человека в Торе используются четыре термина. Значит, по-русски как говорят? Вот человек там, это мужчина, это женщина, да, вот примерно так. В Торе есть четыре термина, каждый из которых переводится как «человек» на русский, но они имеют в иврите оттенки. Сейчас мы их изучим. Первое – Адам. Адам. Человек – это Адам. Мы все, все человечество, все люди называются Бне-Адам, сыновья Адама. Вот, например, да, Андре Бальм. Убен Адам. Он человек. Он сын Адама. Ольга Леоташенко, она тоже Бен-Адам, она тоже человек, да? То есть в этом случае не говорят Бат-Адам, дочка Адама. Говорят, Бен-Адам все время сын Адама. Мы все сыны вот этого Адама. Когда в Торе говорится слово «Адам», указывается на высокое достоинство мозга и разума. То есть это человек, который… Человек, типа, о! Когда говорят, ты же человек, вот ребенок, он что-то сделал, такой, разбил что-то там, или грязный пришел, не умылся там, не убрал. Ему мама говорит, ну ты же человек, ты же человек, ты же не животное, не свиня, ты человек. Что она имеет в виду? На высокое достоинство мозга и разума. У тебя есть мозг, у тебя есть разум, ты человек. Второе, второе, как слово, которое переводится человек, иш. Иш – это… Есть иш, есть иша. Иш – это мужчина, иша – это женщина на иврите. Значит, когда говорят про человека, ты мужчина, ты женщина. Интересно, что иш – мужчина, указывает на высокое достоинство сердца и чувств. То есть, когда говорят, это мужик, что имеют в виду? Если он мужик, значит, он такой суровый, он управляет своими эмоциями, он ничего не боится, то есть у него он честный, он такой справедливый. То есть, когда говорят мужик, человек – это типа человек, высокое такое слово. Мужик – это он, значит, управляет своим сердцем, сердцем и, значит, чувств. Энош. Энош. Энош – это, говорят, бне-энош. Энош – это было третье поколение от Адама. Написано в Торе, что Энош, в его время начали служить идолам. Но начали служить идолам, как бы знали про Бога, служили и Богу, и идолам. То есть, в его время, во время Эноша, они уже понимали, что Бог действует на мир через звезды, через планеты, была астрология, были разные-разные были силы, то есть, они начали уже более обращать внимание на детали. Не на Бога, который управляет всем, а на те механизмы, через которые Бог управляет миром. И просто человечество называется бне-энош. Вот современное человечество называется бне-энош, сыновьян Эноша. Бне-Адам и бне-энош. Когда говорят, что это Энош, что это? Это Энош указывает на слабость либо в области интеллекта, либо в области эмоции, а то и в обеих этих областях. То есть, когда говорят, что это бне-энош, человечество, то имеется в виду, типа, ну они же просто люди. Знаете, как говорят? Мама говорит сыну, ты же человек. Он говорит, мама, ну мы все люди. Все мы люди. Что он имеет в виду? Люди это типа слабые люди. А человек это человек. Понятно, да? Вот три уже есть у нас варианта. Адам, Иш, Энош. Энош это слабые и там, и там. Четвертое это Гевер. Гевер это вот говорят, да, ты Гевер. Вот ребенок, например, он сумел что-то сделать такое, да? Преодолел какую-то свое. Говорят, ты Гевер, ты мужчинка такой, да? Гевер это от слова гвура, сила, мощность. Гевер это тот, кто преодолевая природную слабость своего разума и черствость своих чувств, устранил все преграды и помехи на пути к их усовершенствованию. То есть Гевер это тот, кто преодолевает свою слабость. Гевер это тот, кто преодолевает свою лень. Гевер это тот, кто преодолевает, растет и развивается. Это называется Гевер, да? Значит, то есть он говорит, Гевер содействует восхождению Энош на ступень Иш и на ступень Адам. И поскольку возможно превращение Энош в Иш или Адам, очевидно, что в потенциале Энош всегда обладал этими качествами, которые есть в Иш и в Адам. Нужно было только раскрыть их. То есть в каждом из нас есть вот эти вот четыре, можно сказать, составляющих. Человек, мужик, людишка. И Гевер это тот, кто преодолевает. Гевер это, как же назвать на русском? Справляется с трудностями. Гевер это тот, кто... Вот, например, я могу сказать, что Ник Вучич Гевер, да? И он Гевер, который... Он настолько в нем есть эта гвура, сила, что он преодолел все свои там слабости, отсутствие рук, ног, насмешки людей. И он стал... Сначала он стал Энош, потом он стал Иш, и потом он стал Адам, да? Он прям Адам-Адам. А женщины, они и так совершенные. Женщинам ничего не надо преодолевать. Женщины это вообще венец творения. Вот это я... У меня жена, слава богу, сейчас сидит, меня слушает. И я могу сказать, что женщины это венец творения. Они совершенные. Им вообще не надо совершенствоваться. Они для мужчин это как средство для совершенствования, да? Помощник против него. Помощник против него. То есть она ему помогает совершенствоваться. И она ему указывает на все его... Куда он может расти, куда должен расти. Штурман такой, да? Женщина, она штурман помогает найти дорогу к совершенству. Хорошо. Теперь, значит, это мы прочитали книга, да? Вот женщины, они все так и думали, оказалось. Да? Хорошо. Вторая книга, которую мы изучаем, «Обретение неба на земле». «Обретение неба на земле» Раби Иуда Анаси сказал, «Знаешь, что над тобою?» Значит, во второй главе Пертьявод, Раби Иуда Анаси, он нам дал совет, какой путь... Значит, какой путь прямой, что выберет его Адам? Видите, мы уже знаем, до того, что мы изучили, мы не знали, кто такой Адам. А теперь мы знаем, какой путь прямой, что выберет Адам, что выберет человек. Значит, Адам — это человек. Чтобы стать человеком, какой путь прямой? И отвечает нам Раби Иуда Анаси в этой Мишне в Пертьявод, «Кольши тиферет леосе», путь, который прекрасен для человека, который его делает, «вы тиферет леомена Адам». Всегда нужны эти две вещи соответствовали, чтобы тебе было хорошо и хорошо людям. Это проигрыш и лузеры, которые эгоисты, которые только думают о себе. Это неправильно думать о других больше, чем о себе. Правильно, сказал нам Раби Иуда Анаси, путь прямой, когда хорош для тебя и хорош для других. Тогда это будет в нем успех. Дальше он говорит, «Будь осторожен в заповеди легкой, как в тяжелой». Не знаешь ты, какая награда за заповеди? Не знаешь. Поэтому к каждой заповеди нужно относиться. Заир — это осознанно. И это путь к правильному выбору, быть осознанным. Каждое действие, не надо никуда спешить, не надо никуда бежать. Каждая заповедь, каждый урок Торы, каждый отрывок Торы — это настолько же важен, я даже больше скажу. Все, что сейчас ты делаешь, важнее, чем все остальное. Почему? Потому что то, что ты сейчас, ты это делаешь. А все остальное его нет. Нет прошлого, нет будущего. Поэтому он сказал, какой путь прямой, который выберет человек, значит, делать то, что хорошо для него и то, что хорошо для других, и быть осознанным. Бимитсва Акала в легкой заповеди, как и в тяжелой. И дальше он говорит так. Значит, он дальше говорит, взвешивая все, все надо взвешивать, то есть быть рациональным, интеллектуальным. Я сокращаю чуть. И вот мы пришли к тому, что здесь написано. Он сказал в конце, знай три вещи, и ты никогда не согрешишь. Да, он говорит. Мали-мала-мимха. Вот здесь написано. Знай, что над тобой. И дальше он расшифровывает. Айн-руа, глаз видит. Возен-шамат, и ухо слышит. Векольма-сейха-бесефер-нихтавимы. Все твои дела записаны в книгу. Это то, что на Востоке называют карма. Это то, что мы называем, то, что сейчас нам надо в месяц Илули исправлять перед Роша-шана. То есть, есть карма. Все, что ты делал, записано в книгу. Вспомнить, что ты делал. Если ты делал что-то не то, нужно раскаяться, чтобы в книгу сразу же переписали, что тот, кто это делал, вот сейчас он сожалеет. И он, если бы сейчас это было, он бы не делал. Это называется Ляк-Зор-Быт-Шува, раскаяться. Он говорил нам так. Знаешь, что над тобой? Межерич Тимадид пояснил. Кто такой Мадид Межерич? Это ученик Бальшимтова, учитель Альтера-Ребе. Значит, он говорил так. Один из основателей, второй, номер два в хасидизме. Первый был Бальшимтом. И его ученик Мадид Межерич, он потом возглавил хасидов. Он говорил так. Объясняет, что сказал Раби Уданаси. Знаешь, что все происходящее наверху исходит от тебя. Все, что приходит в этот мир. То есть, когда он сказал, знаешь, что над тобой, Раби Уданаси, Мадид Межерич объяснял это. Все, что наверху, исходит от тебя. Очень интересно. Все, что наверху, исходит от тебя. Помните, когда Яков заснул, ему Всевышний показал лестницу в небо, которое стояло на земле основанием. И, значит, голова уходила в небо. И там ангелы поднимались по этой лестнице и опускались. И одно из объяснений, это вот, чтобы было понятно, что имел в виду Мадид Межерич. Ты создаешь какое-то дело, ангел поднимается. Ты сказал доброе слово, ангел поднимается. Ты сказал плохое слово, тоже ангел поднимается. Только ангел вредитель. Так он идет и говорит, ну классно, сейчас ему возраточку отправят. Он занес туда это плохое что-то, пошло вниз, пошло вниз. Ангелы спускаются, это уже разные события. И тут человек сделал шву. Он такой говорит, ой, все, я, значит, я раскаиваюсь, я раскаиваюсь, я раскаиваюсь. И те ангелы раскаяния, которые ты создаешь, они очень быстрые ангелы. и они подлетели, и тех ангелов, которые уже идут с раздачей, несут уже раздачу, наказание, эти ангелы-дшувы, они их поуничтожали, знаете, как вот это была игра с яйцами, да, и значит, ты опять, добрые дела, добрые дела, добрые дела, ангелы побежали, кто-то за тебя помолился, ангелы побежали, вниз идут ангелы, несут тебе мешки, здоровье, благополучие, денег, любви, все, отлично. И между ними ангелы такие вредители, как Кащей Бессмертный. И этих ангелов-вредителей останавливает что? Чува, раскаяние, все. То есть ты создаешь защитников, которые дальше тебя защищают. Теперь, значит, все, нам объяснил... Мне кажется, что я разъяснил, что имел в виду Мадид из Межерича, словами, зная, что происходящее наверху исходит от тебя. А он объяснил, что имел в виду Рабиуда Наси. Дальше объясняет автор книги «Обретение неба на земле», которую мы изучаем. «Все созданные миры и все эфемерные существа, обитающие в них, даже миры, являющиеся только излучениями, без осязаемой сущности, даже миры мысли, находящиеся вдали от царства бесконечного света, предшествовавшего его созданию». То есть он описывает сейчас очень глубокие, глубокие такие эзотерические, мистические термины. Духовные миры. Все это возникло только как результат твоей мысли, мысли земного существа в мире, который может быть достигнут в своей чистоте только бесконечно малым отблеском божественности, приносящий свет туда, где его не может быть. И так получается, что благодаря одному простому прекрасному делу все эти миры и ангелы, и царство света освобождаются, возвышаются и обмениваются вспышками света с нашим низшим миром. Вот почему все творение может быть преобразовано одним простым искренним делом. Никогда не умаляйте мощь света. Значит, книга нам объяснила очень таким вот, ну, понятным языком. Ну, давайте я попробую, как я это понимаю. Значит, есть некая огромная система духовных миров, которая вся напитается от света энергии Всевышнего, и до нас доходят очень маленькие искры этого света. Теперь, а что делает человек? Что делает человек? Когда он делает добрые дела, когда он выполняет заповеди, когда он учит Тору, он снизу создает свет, который является катализатором того, чтобы больше света приходило в этот мир. То есть ты делаешь маленькое дело, как когда зажигается двигатель внутреннего сгорания, стоит машина, у нее огромный двигатель. Возьмем пятилитровый какой-то такой Ford Mustang. Значит, и там есть камера сгорания, в которой 5 литров, в которой бензин сгорает, и через клапаны начинает двигаться двигатель. И чтобы вся эта система, она стоит, не работает. И ты поворачиваешь ключ зажигания, или нажимаешь кнопочку, как в Ferrari или Lamborghini, кнопочку нажимаешь, и в этот момент всего лишь одна искра, одна искра зажигает этот бензин, и машина начинает ехать, разгоняется до 100 км в час за 3 секунды. Точно так же он говорит, доброе дело, заповедь, выполненная осознанно, она создает ту искру, которая в этом мире зажигает огромные, огромные там какие-то процессы, и сюда идет свет. Поэтому мы, когда мы, когда мы, значит, когда мы изучаем Тору и делаем добрые дела, мы эти искры, создаем эти искры, прям искры святостей, и с Божьей помощью закончится война, с Божьей помощью закончатся все эпидемии, с Божьей помощью сейчас изобретут какие-то новые источники энергии, с Божьей помощью изобретут какие-то очень лекарства, которые вылечат от тех болезней, которые считаются неизлечимыми сейчас. То есть, с Божьей помощью и с нашими искрами мир превратится в более светлое место, и придет Машех на нашей памяти, значит, придет Машех, Божественный свет сождет все зло, и, значит, когда Божественный свет сождет все зло, в мире останутся только добрые, хорошие люди, и будут жить вечно. Все, всем удачи, и чтобы мы были в их числе. Очень важно, чтобы мы были в их числе. Поэтому всем удачи, успехов, благополучия, и делаем шву, уничтожаем анделов, которых создавали мы же сами, анделов возмездия, которые медленные, они такие медленные, эти анделы возмездия, а анделы раскаяния, они быстрые, они прям как искры. Все, всем удачи, успехов, благополучия, пусть Вышний услышит ваши молитвы, чтобы была рифа шлама, один есть человек, значит, зовут его Ашер Бен Шендел, значит, чтобы ему была рифа шлама, буток шарху рейсраэль, и чтобы все, кому нужно, чтобы все, кому нужно излечение, чтобы получили излечение, чтобы были все здоровы. И, значит, тоже я сегодня вот подумал, что это тоже лейлу нишама для поднятия души Борух Бен Авраам, значит, Борис Сакович Пентасевич этот урок, потому что тоже очень важно помнить и быть благодарными тем, кто дал нам жизнь, своим родителям, нужно быть им благодарными очень, чтобы, и, значит, очень я благодарен своей жене, которая мне во всем помогает, что я бы без нее ничего не сделал бы. Все, всем удачи, успехов, счастливо.